Сейчас я вам покажу, как это все сделано в моем новом ежедневнике. Первая страница, это страница соцсетями. Я здесь выписала те, которыми я больше всего пользуюсь, либо хочу завести. Следующая страница у меня, это просто обычный календарь на этот год и на следующий. И здесь осталась такая пустая страница, перед тем, как начинаются месяца. И здесь я, как я уже говорила, я сделала страницу с телефонными номерами, те, которые мне больше всего пригодятся. Дальше начинается у нас уже месяц. Здесь также есть небольшое место для нотаток и также лист список дел. Нотатками можно пользоваться, хотя я считаю, что все должно быть уже записано в каком-то конкретном месте. Плюс здесь немного места для нотаток. Ту-ду-лист, я все-таки считаю, что нужно сразу, если у вас появилось какое-то дело, его записывать в календарь. Конкретно, когда вы его сделаете. Если он уйдет просто в список дел, он там и останется. Эти дела вы никогда не распланируете. Но есть одно но. Например, не все зависит от вас. То есть, например, люди не могут вам сказать, чем они будут заниматься через три недели. Таким образом, вам придется записывать это все в ту-ду-лист и им через некоторое время написать. Все, что зависит от вас, нужно писать сразу в календарь, когда, какой день, в котором часу вы это сделаете. Следующая страница – это такой календарик. Я специально не показываю уже свои дела, я показываю следующие месяца, то есть, пустые страницы, не заполненные. Здесь я, например, записываю дела, которые регулярно повторяются. Например, зал. Например, там, маникюр. Он повторяется раз в две недели и так далее. То есть, я записываю сюда, чтобы видеть, что в этот день уже ничего не можно планировать, поскольку нет времени. Эти задачи не требуют какого-то расписания. То есть, в зал мне не нужно писать, что там с собой взять, или как туда добраться, или его адрес, или так. То есть, я уже знаю, в этот зал я хожу не первый месяц, и мне вся эта информация не нужна. Но мне нужно знать, какие не заняты и в какие ничего там нельзя другим людям что-то обещать, что я это сделаю, поскольку у меня не будет времени. Здесь я это все более четко и подробно расписываю. Как правило, эти страницы у меня остаются практически пустыми. И в конце каждого месяца, как я уже говорила, есть пустая страница с нотатками. Когда на обратной стороне уже начинается следующий месяц, на этом есть просто пустой лист. Там я его расчертила для покупки. Пак! И сделала четыре категории, как я говорила. Вы его можете использовать как хотите, но я бы все-таки рекомендовала взять его именно для покупок. В конце еще есть несколько страниц для нотаток, и я его использовала для страниц, которые используются на протяжении всего года. Более подробно мы говорили об них в этом ежедневнике, но сейчас покажу, как я их перенесла уже на следующий год. Цели и интересные мероприятия. То есть, они уже разбиты по месяцам. То есть, здесь цель, здесь интересные события. Это совсем разные вещи. Интересные события, это, например, покататься на лошадях. То есть, я всегда мечтала, и это интересные мероприятия. Например, зимой это покататься на коньках. Это также интересные мероприятия. То есть, я не всегда, я не буду регулярно хотеть кататься на коньках, но попробовать зимой 2-3 раза, это будет очень интересно. Цели. Здесь, так как я говорила, вы берете конкретную цель, которую хотите достичь на протяжении года, и вы ее планируете в какой-то конкретный месяц. Не просто я этого хочу достичь, потому что вы тогда, скажем, никогда ее не запланируете, значит, и не сделаете в этом месяце. Поэтому конкретно планируем, когда это будет, и сколько времени достижения этой цели, которых вы хотите достичь за год, сколько времени это требует. Например, чтобы чему-то научиться, нужно, например, 3 месяца. Чтобы что-то купить, нужно 2 часа. Это разная цель, то есть, большая может быть, но все-таки на ее выполнение нужно очень разное время, и это время нужно все-таки разумно планировать, и чтобы эти цели не мешали друг другу. Например, вы не можете 10 учеб запланировать в 1 день. Это просто физически не получится. Либо не можете уже потом в конце, в последний месяц сделать все покупки. Ее может просто не хватить финансов, если вы их там неграмотно перед этим распределяли, и так дальше. То есть, вы все распределяете, оно не должно противоречить друг другу, и также оно уже должно быть запланировано. Чтобы вы знали, ага, у меня уже наступает этот месяц, в этом месяце я должен делать, начать делать это и это. Здесь, как вы видите, это таблица, также с предыдущего моего ежедневника. Здесь вы просто записываете, что вы хотите достичь, таким образом вы видите, в какой квадратике вы ничего не записали. Раз вы ничего не записали, значит, что-то не так с этой серой, почему вы не хотите там ничего достичь. Здесь нужно посмотреть, пересмотреть свою жизнь и каждую, каждую сферу заполнить. Для того, чтобы заполнить, скажем, нужно это видеть уже на бумаге, видеть, что все заполнили, это какая-то не заполнена. Либо ни в одной вы ничего не хотите, что-то идет в вашей жизни не так. Поэтому тут записываем, чтобы видно было, что мы развиваемся, имеемся в каждой сфере, в каждой сфере что-то хотим. А здесь мы уже конкретно планируем, чтобы это не была какая-то такая проскорнация, когда мы ничего не делаем. Я более оптимизовала место для книг и фильмов, то есть правильно показала, да, для книг и фильмов. Я считаю, что одной страницы будет более чем достаточно. Для блога у меня отдельно большая страница. Почему? Потому что здесь я расписываю еще, что нужно сделать. Я перенесла страницу из домашней уборкой. Я ее все-таки еще до конца не оформила, она пустая. И также я сделала уже трекер привычек, про который мы говорили. Это, скажем, у меня это три категории. Там уже немного поменяли занятия, некоторые я добавила, некоторые удалила, то есть не переносила и так дальше. Но уже посортировала по категориям, то есть у меня остались эти три категории. И будут теперь стараться делать это еще регулярнее, чем в прошлом году. И, скажем, там я еще добавила сверху две колонки. Это цена и насколько часто это нужно делать. То есть я еще более тщательно все пропишу, чтобы в следующем году это все было намного более оптимизировано, чем было это в предыдущем. Очень мне нравится этот мягкий, такой красивый ежедневник. Возможно, я хотела немного другое оформление, но все-таки это мне также очень нравится. Сразу видно, что это ежедневник. Такой милый, то есть не совсем розового цвета и при этом не белый, чтобы не вымазывался. Вы можете каждую страницу оптимизировать под себя. Например, трекер привычек я введу не по обычной схеме, немножко по своему, как удобно мне. Вы также можете каждую страницу оптимизировать и подобрать под себя. Надеюсь, у вас также получится красивый, приятный для вас ежедневник. Дела пойдут более успешно, скажем, более продуктивно, лучше и так дальше. Чего вам и желаю. Очень рада, что вы посмотрели это видео. Буду рада также услышать, какие страницы оформляете вы. Возможно, еще есть какие-то страницы, про которые я не знаю, но вам очень сильно помогают в жизни. Напишите, пожалуйста, под видео, интересно будет услышать. И вообще, ведете ли не ведете ежедневники, почему? Есть, возможно, какой-то лучший метод введения и так далее. Буду рада услышать. Также я знаю, есть ежедневники онлайн, они мне не очень нравятся. Но ваше мнение будет интересно почитать, поскольку, возможно, я ошибаюсь. Есть намного лучше, еще быстрее, еще оптимизированный метод. Поэтому очень приятно будет это все услышать. Спасибо, что провели это время со мной. И до новых встреч в следующем видео. Пока.